Зона прикрепленной Диснея измерена. Почему 6 мм нужно иметь наличие латеральной Диснея? То есть, как правило, щелевидная рецессия достаточно узкая и длинная. А 6 мм нужно для того, чтобы создать опору прикрепленной Диснея в области каждого основания сосочка, которая классически является где-то 3 мм. Каждый сосочек в своей ширине в основании. Еще раз противопоказанием. 4 класс отсутствия латеральной прикрепленной Диснея. И в данной таблице есть целая строчка. Вот она выделена. У нас она была оранжевая. Там, где мы применяем латеральное смещение, фактически с 1 по 3 класс успешно. И только в 3 классе, где глубина рецессии более 3 мм, мы применяем ее со слизистой Дисневым свободным трансплантатом. Это схема. Что самое главное мы учитываем при выборе этого метода? Вот здесь, как правило, мы не говорим о глубине рецессии, мы говорим о ширине рецессии. Она будет равна Х. Для того, чтобы выполнить дизайн разреза этой операции, нужно 6 мм. Прибавить к нему значение Х. Что значит ширина рецессии? Измеряется она в самом широком месте, скорее всего, что у основания околоцементно-эмального соединения. Эта величина откладывается латеральнее, либо в медиальную, либо в дистальную сторону от границы свободной Дисне. И прикрепленной свободную Дисну, вот эту маргинальную часть, мы всю уберем на протяжении всей рецессии, по всему периметру. Поэтому мы откладываем не от самого края, не от свободной Дисны, а именно от границы свободной Дисны, так как здесь нарисовано и прикрепленной Дисны. 6 мм плюс Х. И верхняя граница от глубины зондирования, вот отсюда, то есть от границы маргинальной, мы еще прибавляем 3 мм в высоту. Это будет высота вертикального разреза нашего в этой области. Выполняется дизайн разреза. Там, где зеленое, это все, что мы режем, это скальпель. Удаляется маргинальная часть Дисны по всему периметру. Выполняется горизонтальный размер на измеренную длину 6 мм плюс Х ширина рецессии. Если ширина рецессии 3 мм, значит... Да, да. Так как формула. Здесь вот никто никуда не отходит никогда, здесь именно всегда соблюдается вот этот вот... Поэтому, когда вы планируете операцию, вы сразу меряете эту рецессию, смотрите, что у вас есть 6 мм и еще плюс, и тогда уже принимаете решение оперировать именно таким методом. Выполняете вертикальный разрез, глубина зондирования плюс 3 мм. Соответственно, формируете полнослойный слизистый надкосничный лоскут до мукогенгивальной границы. Он полнослойный будет везде, по всему разрезу, по всему дизайну. Дальше лоскут расщепляется слизистый надкосничный до свободного его перемещения в зону рецессии. Вот таким вот образом. И в области рецессии у вас получается почти на всем ее протяжении полнослойный лоскут с надкосницей закрывает поверхность корня. И лишь небольшая щель будет ушита просто вертикальным разрезом. Но, как правило, 3 и более миллиметров здесь высотой достаточно для стойкого, хорошего результата. Ушиваем мы теми же самыми. Сначала фиксируется слизистый надкосничный лоскут. Ушивается двойными обвивными петлевидными кисетными швами. Второй шов, так же как при корональном смещении, выполняется с надкосничной. В самых опекальных точках вертикальных разрезов. И все дальнейшие швы субэпитериальные выполняются уже после того, как слизистый надкосничный лоскут зафиксирован в своем положении. В данном случае, если вы применяли при третьем классе соединительно-тканный трансплантант доэпитализированный, я вам советую его еще прижать обязательно крестообразным матрасным швом, потому что здесь иногда его фиксации недостаточно. Как правило, такие щелевидные дефекты возникают в области чрезмерной выпуклости поверхности корня, а на таких выпуклых поверхностях корней трансплантаты не очень хорошо фиксируются и создаются вот эти мертвые пространства. Поэтому желательно здесь крестообразный шов тоже наложить для того, чтобы соединительно-тканный трансплантат прижать. То есть у нас получается, швы будут по границе рецессии, ну, с левой стороны, или мы чуть смещаем вот эти границы, пока там мы корнем. Вот это, вот здесь вы накладываете, вы перекроили, вот у вас же латеральное перемещение, вы же, да, отсюда, там, например, зона премоляра переместили в зону клыка. С той стороны мы должны перекрывать, где вот у нас слева, мы должны перекрывать вот этим латерально смещеным волоскопом, нет? Нет, он в стык, там стык идет, там стык, нет, в стык-стык, мы поэтому и удалили с вами свободную десну, когда препарировали по всему периметру. Я пропустила. Еще раз. Посмотрите на разрез. Мы удаляем по всему периметру зону свободной десны. И поэтому, когда у нас совмещаются, да, раневые поверхности, они вот именно в этой зоне получаются в стык-в стык. Мы для этого именно это удаляем. Не потому, что это требует, это клиническая ситуация, требует именно методика выполнения для того, чтобы края. Иногда даже рекомендуется у некоторых авторов сделать выше, вот просто хирургически продлить этот вертикальный разрез, как бы продолжение рецессии, для того, чтобы и мобилизацию этого слизистон-косичного лоскута облегчить, и чтобы сделать более красивым просто самоэстетически этот дефект, когда выполняется просто один разрез, он ушивается, там не возникает вот таких-никаких перекосов именно слизистый. Ну, вот таким вот образом. Образовавшийся дефект латерально, как правило, либо очень маленький, и вообще фактически ничем не закрывается, либо закрывается также коллагеновой губкой, и ушивается крестообразным просто швом, чтобы прижать губочку к поверхности на ближайшие 2-3 дня, для того, чтобы послеоперационное течение для пациентов было менее безболезненным, более комфортным. Можете еще вопрос? Да. А вот разрез, который мы делаем справа, насколько он от маргинального края вступает? Сейчас. Вот отсюда миллиметр обязательно еще от свободной диснеш, чтобы вы не травмировали, да, чтобы соседний зуб, у которого рецессии нет, не страдал. Если сделать больше, у вас получится вот этот короткий лоск у слизистой наскостичной. Он получится вот здесь, и тогда он переместится на этом уровне, и, конечно, немножко недостаточное покрытие будет поверхности корня в этом случае. Осложнения такие же, в общем-то, как и при любой методике. Это некроз, инфицирование донорского ложного, тоже в минимальных каких-то случаях происходит. Расхождение швов, рецидив, гематома, отек, такие классические. По поводу рецидива хотела бы остановиться. Очень много авторов говорит о том, во всяком случае, раньше они говорили о том, что эта методика, почему она была много лет забыта, дает рецидив. И анализ клинических случаев показал, что зачастую возникает ситуация, что латерально доктор размерил эту ширину, прикрепленную десну, ее горизонтальный объем, а в высоту у него был миллиметр, ширина самой десны. Он переместил, а миллиметр не смог этот удержать результат эстетический. Естественно, произошла меньшая, но рецессия. Мы все-таки рассматриваем это как рецидив с вами. И после этого, почему появились эти три миллиметра? Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинице, стоматологической, города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю, сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. И могу сказать, что она тоже верный, верный такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, годы через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый, кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? Она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даша, я так понимаю, что у нее сегодня боевое освещение, да? Ну да. Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и нестоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз с днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепна подача информации, организация, проведение. И с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо Марии Александровне и Алексею Николаевичу. Мастер-класс прошел замечательно, Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила, и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам, приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне. Спасибо. 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 Спасибо.